Здравствуйте, я Лидия Ионова, врач, диетолог с 20-летним стажем, владелица клиники в Москве и онлайн-школы и автор книг. Дорогие друзья, стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. Но если мы не умеем стрессом управлять, то тогда, конечно же, в этом случае стресс будет влиять на наше тело гормонально. Будет увеличиваться уровень кортизола, того гормона, который приводит к накоплению жира. И если у человека очень высокий уровень стресса в жизни и он не умеет им управлять, то это, конечно же, может привести к избыточному весу и ожирению в дальнейшем. Но дело в том, что стресс – это очень интересное состояние, которое широко исследуется учеными. И последние исследования показывают, что мы можем повлиять на то, каким образом наше тело будет на стресс реагировать, всего лишь одним простым фактом – тем, каким образом мы к стрессу относимся. Проводили исследования огромного количества людей, которые показали, что если уровень стресса высокий, но люди считают, что это нормально, что это естественная часть жизни иметь какие-то проблемы, что проблемы уходят, приходят новые, и это совершенно нормально, то состояние их иммунной системы было значительно лучше, и продолжительность жизни их была выше, чем тех людей, конечно же, которые имели высокий уровень стресса и считали, что это плохо. Но самое главное, внимание, когда этих людей, которые относились к стрессу хорошо, сравнивали с контрольной группой, то есть с теми людьми, у которых уровень стресса был очень низкий, представьте себе, низкий уровень стресса еще не является залогом здоровья. Если у нас есть стресс в нашей жизни, но мы к нему относимся как к чему-то, тому, что движет нас, как к возможности достигать новых высот, как к возможности развиваться, то тогда это будет положительно влиять и на наше здоровье, и на качество, и на продолжительность жизни. Каким образом мы можем изменить, во-первых, свое отношение к стрессу? Представьте себе, люди, которые выходят на Олимпийские игры или на чемпионат мира, футболисты только что, испытывают ли они уровень стресса, например, когда бьют пенальти? Ну, конечно же, представьте себе, что бы было с ними, если бы они этот уровень стресса не испытывали. Были бы они так эффективны, но, конечно же, нет. И поэтому, если мы относимся к стрессу как к вызову, он дает нам возможность собраться и показать наилучший результат. Если же вы относитесь к стрессу негативно, или если стресс длится очень долго, и вы никак им не управляете, то это, конечно же, может влиять на ваше здоровье. Что нужно делать? Первое, что мы можем изменить? Мы можем изменить свое отношение к стрессу, посмотреть на него как на те возможности, которые эта непростая ситуация дает нам в жизни. Например, стресс на работе – это возможность вырасти, или возможность найти какие-то новые творческие, креативные способы решения той задачи, которая перед вами стоит. Второе, конечно же, очень важно использовать осознанные способы управления стрессом. Что к этому относится? В первую очередь, это физическая активность. Если вы не двигаетесь регулярно, то вы можете хотя бы просто начать ходить, гулять рядом с домом, гулять вечером. Если вам удается включить обычную физическую активность в свою рутину, то это, конечно же, самая здоровая привычка, которую вы можете выработать. Представляете себе, провели исследование, которое показало, что всего лишь 15 минут в день на беговой дорожке снижают пагубные влечения, такие как зависимость от табачного дыма, от сигарет, зависимость от алкоголя и даже наркозависимость. И, конечно же, физическая активность будет уменьшать вашу тягу к еде, поскольку она есть у большинства людей с избыточным весом. Что еще вам поможет управлять стрессом? Регулярное общение с друзьями, игры с детьми, хобби, если оно доставляет вам удовольствие и наполняет вас энергией. Ну, конечно же, медитации, конечно же, массаж и расслабляющие процедуры по телу, которые вы тоже можете добавить. Если все это присутствует в вашей жизни, это увеличивает уровень гормона, который называется дигидроопиандостерон, который является антагонистом кортизола, и благодаря этому вы можете спокойно управлять стрессом. Друзья, я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди приходят с синдромом, который называется дисморфофобия. Что это такое? Это недовольство своим телом. Причем это недовольство совершенно не зависит от веса. Очень часто я слышу такие истории, когда приходит женщина, больше 100 кг, и начинает рассказывать. Когда было 68, мне очень не нравилось мое тело, и я сидела на диетах, вот на таких, на таких, на таких, сначала худела, потом набирала, в конце стало 85. Когда было 85, я хотела свои 68, и опять продолжала сидеть на диетах, и опять мне не нравилось мое тело, и я опять набирала, набирала, и вот она приходит, когда уже 100 кг, естественно, она не нравится себе. Я не призываю вас к такому соглашательству и к тому, что неважно абсолютно, как ты выглядишь, но очень важно различать, действительно ли ваше недовольство собой имеет под собой какую-то объективную причину, или это стандартная ситуация, которая называется дисморфобия. Как бы вы ни выглядели, вы недовольны. Даже с идеальным весом вы всегда начнете придираться к чему-то. В чем это проявляется? Это может проявляться не просто в состоянии отрицательных эмоций и недовольства телом, это может проявляться в том, что вы пользуетесь какими-то хирургическими операциями, или думаете об этом. Представляете, я встречала маму, которая свою дочку в 16 лет уже отправила на хирургическую операцию, потому что сама она их сделала уже огромное количество, несмотря на то, что это была прекрасно выглядевшая молодая женщина с замечательной совершенно фигурой, но тем не менее это был такой вот образ жизни. Дисморфобия от мамы, соответственно, передалась дочери. Это может проявляться тем, что вы истязаете себя в тренажерном зале и наказываете себя за какой-то эпизод переедания. И вот такие истязания, они могут быть проявлением не просто дисморфобии, но и начальной стадии булимии, поэтому будьте к ним особенно аккуратны и внимательны. И, конечно, очень важно научиться принимать себя с любовью и заботой относиться к своему телу, потому что только если мы относимся к нему с любовью и заботой, оно будет отвечать нам взаимностью и все лишние килограммы будут таять на глазах.